Мир вашему дому, я рада всем своим подписчикам и зрителям. И сегодня мы вам покажем способ приготовления одной мази, которая в принципе нужна в каждой семье, как незаменимая во многих случаях. И причем очень даже такая вот спокойная и легкая в использовании и в изготовлении. Я вот взяла небольшое количество подсолнечного масла, 150 мл, поставила его уже на огонь и начала подогревать. То есть для этого надо 150 грамм подсолнечного масла, 50 грамм пчелиного воска. Я купила его в специализированном магазине. Это очень хороший воск, который имеет хороший такой приятный запах, пахнет медом. И постепенно начинаю бросать. В принципе, всегда такую мазь можно готовить лучше, готовить на водяной бане. Но так как я ее часто всегда готовила дома, на водяной бане как-то более долго надо, то на открытом огне вот так я просто поднимаю, когда надо, над огнем, для того, чтобы не горело, не подгорало масло. И таким образом происходит вот это все, весь этот процесс. Бросаю воск, воск в принципе уже расплавляется. После того, как воск расплавился, третий компонент, который входит в эту мазь, это желток сваренного куриного яйца. И потихонечку, постепенно, что немаловажно, начинаю забрасывать вот эти кусочки этого яйца. Оно начинает, это... Начинается именно процесс жарки этого желтка. Выжаривается из желтка, выжаривается то масло, которое тоже имеет большую ценность в этой мази. Вот видите, я даже принимаю, снимаю с огня. Почему удобно вот так делать в такой посуде, это как кофеварка, которая не дает возможности пролиться, выйти, ну сбежать как бы. И вот постепенно еще добавляю. Важно, чтобы желток, масло это выжарилось, и желток стал цветом... Сейчас я немножечко как бы помешаю. Такого не темного, чтобы не сильно подгорело. Ну и не остался желтый. То есть масло должно выгореть с желтка. И желток должен превратиться в такой светло-коричневый цвет. Очень важно то, какие компоненты... Видите, даже бежит. Такое бывает. Такое еще бывает почему? Потому что мы берем подсолнечное масло, тоже натуральное, нерафинированное. Это может быть оливковое нерафинированное. То есть живое масло. Для чего применяется... В каких случаях применяется вот эта мазь, которая превратится после того, как весь этот процесс пройдет, обжарка пройдет, и мы выльем его, и оно застынет. Для чего мы его применяем? Прежде всего, от всевозможных ожогов, от трофических язв, от всяких нарывов на кожу. Его можно просто накладывать в виде повязок или же просто намазывать. Хорошо его даже можно употреблять вовнутрь. При бронхитах, при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, при заболеваниях, при заболеваниях, значит, несваривания желудка, ну, желудочно-кишечного тракта и всевозможных заболеваний, по пол чайной ложки за 10-15 минут до еды 3 раза на день. Можно применять при отитах, в виде таких небольших жгутиков, когда мы жгутик пропитываем этим маслом и вставляем в ухо. Можно хорошо за ухом натирать этим маслом. Использовать также можно для болезни горла, для просто смазывать горло, накладывать сверху повязку. Плюс, значит, при массажах очень хорошо натирать этим маслом, натирать суставы, болезненные места, где-то мышцы. Но надо не просто намазывать, а надо хорошенько как бы втирать такими обыкновенными, простыми, не сильно давящими движениями. И хорошо выделяется тепло, кожа краснеет, приток крови идет. И если сделать несколько таких массажей, то боль может уйти. Хорошо нужно даже на ночь, если это состав коленный, или локтевой, или плечевой, укутать хорошо. То есть эта мазь очень даже незаменима в семье. И очень легкая в изготовлении. Вот я еще немножечко добавила желтка. И в принципе уже процесс изготовления этой мази, в принципе, уже и заканчивается. Я могу выключить газ. Немножечко остынет. Я отдельно в баночку процеживаю эту мазь. И где-то минут через 15-20 она застывает. И нужно закрыть крышечкой, поставить в холодильник. Потому что, ну как бы лучше ее хранить все-таки на холоде. Применяйте, используйте, готовьте сами. Будьте здоровы! Продолжение следует...